Как обычно, у Чикаго Джордан, Пиппин, Харпер, Лонгли, Родман, уюты это Мелон, Рассел, Остертак, Стоктон и Харнасик. Перед началом матча прошел слух, что у Джордана боли в животе и он, возможно, не выйдет на игру, но это, наверное, обычная какая-то уловка тренерская может быть. Наверное, так и есть. В прошлый раз они такую хохму делали. Вот Остертак наконец-то забивает мяч. Начало положено. 2-0. Впереди Джордан. Вообще тренеры не очень оригинальные. Они все время начинают одним и тем же составом. Одна и та же система и тактика. Может быть и суеверие, а может быть просто не могут ничего придумать. Все время стартовые пятерки во всех. Вот пятый матч одно и то же начало. Мы уже говорили с вами, насколько важно начало будет в сегодняшнем матче. Вот первые там, я не знаю, 6-7 минут. Я думаю, что действительно очень важно, насколько Булс после неудачи, которая произошла в прошлый матч, сможет что-нибудь сотворить. Я думаю, что начало матча будет очень важно. Если Булс возьмет инициативу в свои руки и не упустит ее какое-то время, значит может получиться 6 матчей. И вот сразу же делается замена. Меняет Карнафика. А под сороковым номером выходит Сэндон Андерсон. Он еще не играл. Мы говорили, что у него во время матча из Чикаго, когда смотрел он по телевидению игру... Отец его... Отец умер. Пиппин, Джордан. Джордан издали. Не считается. Не считается. Судья фиксирует нарушение правила трех секунд. Команда сыграли чуть меньше минуты. Стоктон с мячом. Как далеко выходит Остертак. Мелон со Стоктоном. Стоктон с Мелоном. Вот эта парная двойка постоянная. Мелон далеко. Бросает издали. Время подходило к концу. Майкл забрал Джордан мяч. Ведет своей уверенной такой походкой кошачьей. Сбрасывал мяч он Родману, но мяч вернулся к нему и Джордан забил. 2-2. По-прежнему Джордана опекает Рассел. И помнишь, ты прочитал такую ситуацию, что Джордан, называя Рассела, перепутал его имя? Да, он его вместо Брайана назвал Байрон. И когда ему сказали, чтобы неправильно его называть, он говорит, да какая разница, Брайан или Байрон. На что, когда узнал об этом Рассел, он сказал, ничего, еще пара игр, он будет знать мое имя точно. Вот так и получилось, в общем-то, что он заставит себя уважать, потому что так мало Джордан не забивал давно. Надо сказать, что все средства массовой информации, телевидение и печати, газеты, все отмечают, что Слоун, Джерри Слоун очень хорошо сделал, что он поставил опекать Джордана именно Брайана Рассела, что он справляется. Стоктон с мячом. Вот Настур так поставил ему заслон, но выбили у него мяч. Джордан с мячом будет сам атаковать. А теперь у Джордана выбили, и выбил это Стоктон. Мелон, пробежка была. Не свистнули пробежку, хотя судья и покажал. Стоктон издали. Да, у этого маленького парня золотая рука. Кстати говоря, по прошлому матчу в первом тайме Харнасик, а во втором Стоктон. Они практически решили игру. Джордан не попадает. Рассел забрал мяч, бежит вперед. Можно отдавать Стоктону, не отдал. Кармелон. Робман против него. Кармелон разворачивается, не попадает. Робман забрал мяч, может быть ему пошла на пользу командировка в Лас-Вегас, где он чуть-чуть расслабился. Ну, надо сказать, что два игрока первой пятерки у Булсы, Робман и Харпер, очень неважно, провели два последних матча. Робман вообще за два матча не забил ни одного очка. А вот сейчас пас Мелону. Но это пас не тот, который давал Стоктон. Тяжело было бы работать, и Мелон вынужден был остановиться. Ну, этот пас, который дал Стоктон в конце прошлого матча Мелону, его назвали чуть ли не пасом года. Не попадает Рассел. Да, подбирает второй раз. Стоктон с мячом. Стоктон против него. Не попадает Шарпер. И контратака белых. Обычно в американском, по правилам NBA, Мелон потерял мяч. Хозяева поля всегда играют в белой форме. Ровно четыре минуты прошло с начала первой четверти, и счет всего 4-2. Ой, как активно сейчас выступал тренер Чикаго, Фил Джексон. Он прямо набросился на судью. Но тот молодой арбитр как-то выдержал, и не дал ему технический. Вот он до сих пор продолжает. Не отсюда хорошо это видно. 4-2. 7-49 осталось. Джордан. Остался один. Остер так. Джордан забивал у него мяч, но нарушил правила. Вот он получает первое персональное замечание. 7-41 до конца первой четверти, и счет по-прежнему 4-2. Впереди Джексон. Интересная борьба вот этих двух гигантов, Мелона и Джордана. Мелон забил за четыре матча 103 очка, а Джордан 118. Пиппин 80, а Стоктон 64. Но зато Стоктон сделал 43 передачи за эти четыре матча. Это, наверное, рекорд. Да, это выдающееся, то есть это больше десяти передач за матч, а это ведь финал. По всем показателям, Юта, в общем, кроме бросков с игры и количества очков проигрывает, Юта имеет плюс 5. Мелон. 6-2. И каждый раз Мелон получает классную передачу от Стоктона. Все три матча, четыре даже, которые проходили, это двойка, которую они делают. Она заканчивалась не передачей под щит, а Мелон стал уходить в поле и оттуда попадала. Вот сейчас получил голевую передачу от Стоктона, и счет стал 6-2. Похоже, Булс пока не пришли в себя. Еще пробьет один штрафной Мелон. Я должен сказать, что Джордан в интервью после четвертого матча сказал, что мы, вся наша команда, должны сейчас срочно изменить отношение к тому, что происходит. Потому что в этом плане хорошо, что у нас два дня было перерыва, потому что мы были настроены на легкую победу в этом чемпионате. Ты знаешь, Коля, вот мы сегодня сами с тобой во время утренней пробежки испытали, в общем-то, тяжелое состояние, потому что все-таки акклиматизация в шестой день самый тяжелый. И на высоте, в общем, больше 1200 метров наверняка сказывается какая-то усталость. Джордан забивает Джордан. И это был, нет, это был двухочковый бросок. 7-4. Впереди хозяева площадки. Юта Джаз с токтом с мячом. По-прежнему его хардер декает. Вот он отталкивается. Нарушение правил. Вот многие называют, что этот матч будет решающий. Продолжается первая половина встречи. Первая 12-минутка. Стоктон с мячом. 7-4. Выигрывают хозяева площадки. Вот заслон. Стоктон очень тяжелый мяч забил. Замечательный проход. И из-под больших завернул мяч Стоктон. Да, это выдающийся мастер. Стоктон, безусловно, был лучшим в прошлом матче. Это отмечено всеми. А его пас, я уже говорил, даже он пасом года. Жартер. Издали. И вот Харпер забивает, наконец-то. Ты все время говорил, что действительно Харпер очень мало забивает. Они и он, и остальные запасные очень нездорово забивают. Все строится на этих двух экранах. Не попал. Да, я повторю, что Харпер в прошлых двух матчах в сумме забил всего пять очков. Не попал. Первая пятерка, это, конечно, очень мало. И вот... Не попадает Вильямс. И нарушение правил. Это Остер так нарушил правила. А вот на этого парня под 18-м номером Брайана Вильямса обратите особое внимание. Он прекрасно провел две последние встречи. Это новичок Чикаго. И в двух матчах он забил 26 очков. А Родман в последних матчах, я уже говорил, что запасные мало забивают. Но он не запасной, но он два матча в нулях был. Да. Игрок первая пятерка и Родман. Да. Вот сейчас Вильямс на линии штрафных. Да, Вильямс действительно хорош. Это открытие этого сезона для команды Чикаго Боллс. В среднем забивает 6,2. А в двух последних матчах он в среднем забил по 13 очков. То есть у него прогресс такой явный. Да, он молодец. Просто хорошо сражается. Ну вот счет сократился за 5,49 до конца первой четверти. 9,8. Вот сейчас Вильямс может сравнять счет. Вильямс, вернее. Вот Вильямс бросает, не попадает. Мелон забрал мяч. И счет пока 9,8. Смотрите, какая небольшая результативность. Эти команды, которые забивают в регулярном чемпионате по 110 очков, сейчас едва переходят 70-ти рубежную отметку. Рассел с мячом. Пиппин его опекает. Рассел дает Элону. Игра такой была. И время начинается снова с 24-х секунд. Это если игра ногой, такое правило существует. Не продолжается отсчет времени. Карнелон. Это Эсли ругаем. Много белых ребят. Пиппин с мячом. Пиппин врывается. Да, судьи дают жесткую игру сегодня. Мелон. Ну вот мы с вами говорили, что Булс надо начать хорошо эту игру, но судя по всему начало складывается в пользу Джордж. 13-х гостей. Пока ты прав. Не получается пока игра у Булс. Пиппин с мячом. Так, он сейчас поднял Андерсона. Ждал, пока он выпрыгнет и тот сел ему на спину. Да, Пиппин тоже великий игрок, интересный. Вот Андерсон уходит отдыхать. Сработал он неплохо. Вместо него уходит играть Кридс Моррис. 34-й номер. Уходит также Родман в площадке. Нет, Родман возвращается. Просто он посоветовался с Филом Джексоном. Джордан с мячом. Джордан отваливается назад, не попадает. Вот можно бежать вперед. Если ведет мяч сам, остановился, ждет, пока придут высокие. Начинается позиционная атака. Хер играет против него. Если обыграл, прошел и попал. Борус за мяч забросил сейчас он. Очень тяжело с большой траекторией перед Пипином. Пипин издали. не попадает. Мы лопс мячом. Торопятся немножко быки из Чикаго. Это непростительно. Если такое начало тяжелое, будет тяжело выруливать в этом матче. траектория вот вы говорили о том, что акклиматизация вот шестой день один из самых трудных, а сегодня у быков как раз шестой день. Чуть не попали. Ой, 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 ой. Да, такой рывок, мощный рывок минуты уже за 17-8. Потом Морис, 34-й номер, вышел такой, сразу отметился. 10 очков разница. Естественно, тайм-аут. Вот так приветствовали точный бросок Криса Мориса. Трехочковый бросок. Ну, а я хочу напомнить о том, что конкурс Прайд продолжается. 5 этикеток и вы сможете побывать на игре Энбаха. Лесоповка выиграет, участвуя в этом конкурсе. Итак, 18-8, 10 очков преимущества Юты. Вышел на площадку Кукач и Керр. Начинает выискивать какие-то лучшие ходы тренер Джексон. Пока ничего у быков не получается. Перед матчем остался один. Бьет издали, не попадает, не набрасывал. Но в это время Пипин заделал по локтю. Так когда-то нашего Тараканова задевали соперники на Европе. Вот будет сейчас пробивать штрафные броски. Перед матчем мы видели громадного гиганта трехметрового на ходулях, который изображал смерть. И было написано конец Булсу. Булсу. Шел шел такой огромный черный на ходулях скелет. И было надпись, что все Булсу смерть. Вот такая вот здесь обстановка. И я должен сказать, что поддержка конечно мощнейшая публики. И все газеты отмечают, что болеет здесь лучше всех. Я думаю, что для болельщиков Чикаго это такой будет хороший раздражитель. Они докажут, что в Чикаго тоже болеть умеют. Ну да, это соревнования болельщиков интереса. Но вот приехал Чарльз Баркли на этот матч. Вообще много очень знаменитых актеров здесь, которые с интересом наблюдают самую лучшую, самую красивую игру не только в Америке, но по-моему во всем мире. Два мяча не попал. И вот нарушил правила знаменитый Джордан. Но не достать было, разница большая. Все-таки 2.18, а у Майкла даже нет двух метров. 20 сантиметров разрыв, конечно, тяжело было прыгать, и он с поднятыми руками, это на уровне кольца примерно. Оскар так на линии штрафного броска. Вот сейчас Мэлоу не забил два штрафных, и я вспомнил эту историю, которая была в конце первого матча. Она тоже описана во всех газетах, что когда он пробивал в конце матча штрафные, подошел к нему Пипин и сказал, у нас почтальоны по воскресеньям не работают, не доставляют. И он смазал два штрафных. Мэлоу подобрал. Да, не клеится игра у Чикаго. Они даже под своим щитом ничего не могут сделать. Что-то надо предпринимать экстравагантное, пока не получается. Не попал. Остертак бросал и там полил. Остертак довольно активен. Посмотрите, он подбирает уже третий раз, забил бросок и получает два раза уже пробивает штрафные броски. Он так активно никогда не начинал. Да, фолд дали Кукачу. Но я хочу продолжить эту историю со штрафными Мэлона. Когда в прошлом матче четвертом он тоже в конце бросал два штрафных, он оба забил. И, в общем, это во многом решило исход матча. Он подошел к Пипину и сказал, но у нас в Солп-Песиде по воскресеньям почта работает. Это оставляет исправно. Забил первый мяч Остертак и счет стал 28. За 2.44 до конца первой 12-ти минутки. Пока Буллс просто растерянный. Я не знаю, что-то надо предпринимать, какие-то новые ходы. 21.8 Пипин. Пипин с мячом. Вот эти два лидера, которых очень жестко и плотно опекают. Кукач. Потери мяча. Успели вернуть себе Кер. Тоже не попадает. Пипин. Пипин. И мяч ушел сейчас, по-моему, от ноги. Нет, было нарушение правил. Это было сначала по рукам, а потом уже от ноги. Вот Слоун на ваших экранах и Остертак. Мяч. Это Скотти Пипин пробивает штрафные броски. Как активно публика, которая сидит под щитом, машет своими приспособлениями, чтобы помешать ребятам из Чикаго забивать штрафные броски. Но это общепринятая вещь. Во многих командах так делается. Не попал. Остертак забрал еще раз мяч. Ну, пока сидят два белых парня и сидит Харнасик и не играет. Там, может, по щит было отдать. Не играет. Стоп-то. О, легко, Милон. Да, конечно. И неудобно было. Хорошо полнообразный. Кукач. Переклад. Поскольку ошибок и был. 23-9 можно было Милону откинуть очень далеко и неудачно. Кукач с мячом. Ну, можно убежать хоть разочек, пока не вернулись большие. Пер с мячом. Кукач ему ставит заслон. Джордану. Вильямсон. Играют на Вильямса. Не смог подкнутанность. Кольцо напалил. Нарушение, конечно. Минута 8 до конца первой четверти и Булт забили всего 11 очков. Для команды это... Фостер так получил персональное замечание и уходит на скамейку запасных. Вместо него выходит Фостер. 44-й номер Фостер. Для Чикаго Булт с 11 очков. Это в четверти это просто катастрофически мало. Но еще играть, правда, минуту 8. перехвалили мы немножко с тобой Вильямса. Но играет он хорошо. Вот уходит с площадки Джордан. Похоже, он действительно болен. И Бушлер вместо него 30-й номер. Он нам показывали подборы уюта 11, у Булт 9. Причем из 11 подбора... Он сейчас забил два сыгры сверху и может еще три очка сразу в одну атаку сделать. Да. 10 очков разница. Пошла последняя минута. 43 секунды осталось до конца первой 12 минут. Если с мячом хорошо обыграл. Фостер хорошо атаковал. Хотел забить сверху, но Пиппин нарушил правила. Отличный пас ему сейчас отдал Эсли. И вот сейчас Фостер Грег Фостер пробьет два штрафных. Грег Фостер очень хорошо сыграл в третьей игре. Он удивил всех, приятно удивил своих почитателей. Забил 17 очков. И все-таки второй четверти Чикаго Боллс прилагает огромное усилие для того, чтобы сократить разницу в счете. Но Юда по-прежнему впереди. Правда, разница всего 7 очков. 38-31. Я думаю, что несколько просчетов совершил тренер команды. Вообще, тут можно сказать, что тренеры, в общем, ничего особенного не предпринимают. Три секунды. Чикаго такая команда, которую не прощает ошибок. Голыми руками не возьмешь. Две-три потери, два-три проска и уже разница в счете с 16 до 7 очков. И они владеют мячом. Сейчас забьют будет 5 очков и опять начинается равная борьба. Лучший состав. Стоктон нарушил правила, свалился Харпер, 9-й номер, и мяч будет вбрасываться из-за боковой линии. Я вот смотрю на эти матчи и все время начинаю думать, что все-таки мало творчества, мало интересных новинок эти великие игроки, великие команды, великие тренеры. Я помню, как в Европе наши тренеры всегда перед каждым чемпионатом новые системы, различные зонные построения, прессинг, скоростная позиционная игра, а здесь все одно и то же. Один на один и обыгрывают. Правда, конечно, когда такие, как в Джордан есть, что там особенно думать, но тем не менее хотелось бы увидеть какую-то новинку, какую-то искорку. Кукач Джордан Вот Джордан уже 12 очков к этому моменту и вот еще 2-14 Вот он, пожалуй, накормил сегодня неправда моментом ушел с площадки Рассел и его держал Харнасик с мячом Пиппин нарушение правил Это Посмотрим сейчас кому дали Возможно даже Джордан Нет, это 13 номер Люк Лонгли получает Вот Кукача как ты правильно сказал не дают ему особенно разыграться 3 очка забил и тут же его снимают Наверное боятся Алькенжай умница Загородил спиной Возможно сделать блокшот высокому игроку и забросил мяч Родман на площадке Пиппин издали Вот явно очевидно что Харнасик не достает Он не доставал до Джордана Сейчас не достает до Пиппина И тем не менее продолжается вот такая Кармелон Милон забил и показывает что его еще по рукам ударили 42-37 по-прежнему 7 очков 5-40 осталось 42-35 сейчас счет и Пиппин обманывает Лонгли Лонгли забивает И с полом забивает Надо сказать что игра выровнялась после большого преимущества в первой четверти Джаз Сейчас идет игра уже равная и разрыв всего 5 очков и сейчас Лонгли если забьет может сократить до 4 Но любопытно что вот наш знаменитый и любимый Денис Родман по-прежнему у него всего 0 очков уже третий матч он не может забить ни одного очка Не знаю все-таки мне кажется что ведет игру Фил Джексон интереснее Он все время меняет состав он ищет как сократить разницу в счете и это ему удается Вот сейчас Ой как далеко и неудобно конечно конечно Два лучших подборщика там боролись Мелон и Родман Мелон получил персональное замечание Кстати у него это третий фолк А Мелон ключевой игрок Вот опять Слоун вынужден его снимать в площадке и выходит Энтони Кар Это сильный физический игрок Вы помните он играл в Атланте приезжал в Советский Союз еще когда наша команда готовилась к Олимпиаде в 88 году очень мощный сильный игрок но по классу уступает Мелону Ну вот Родман который ничего не забил По-моему заколдовано для него кольцо в Сотлайк Сити Ну столько тут всяких плакатов против него столько неприятных выражений конечно он тоже не железный Но опять не забил ни одного страшного Вот детская ошибка Мяч был три игрока Джаз забирали мяч и потеряли Вот пожалуйста уже разница в счете всего три очка а играть еще четыре больше чем 4.44 Стоктон Хорошо сейчас распорядился мячом Антони Кар отдал Остертагу и тот забросил мяч 5 очков разница 5 очков немного Пипин с мячом Тарнасик его держит Стоктон внизу Какая техника ловли мяча на полу Тарнасик Джаз он его пекает Ну отдал бы Хорошо Что будет делать Можно влезть туда Остертага Это уже 9 очков Нет Нет Это пробежка была Он сначала сделал переступание Там маленькие шажки были но судьи заметили Мяч не засчитан 44.39 за 4.5 десятых до конца второй девнадцати минутки Да Приближается к концу вторая вторая четверть И в общем-то преуспели баскетболисты Чикаго на своем стремлении догнать соперника всего осталось 5 очков от преимущества большого преимущества Юпи Вот сейчас Пипин разводит руками не понимая за что ему дали фол У Пипина третье персональное замечание Чикаго сейчас играет над Джордан и на Пипина Они заставили своих высоких ну не такой высокий но все-таки Вильес более-менее ничего Они ушли в поле растянув защиту для того чтобы можно было ворваться туда Пипину и Джордану Кер с мячом Правда Родман не может особенно забить Кер бросает издали не попадает Джордан забрал мяч Вот побежал вперед Родман Даст ему Джордан Нет не дает Сам играет Харпер с мячом Родман помогает Джордану нарушение правил Крис Моррис сейчас Да очень грамотно сейчас построили нападение очень широко причем два высоких и Родман и Вильямс пытаются ставить заслоны своим лидерам для того чтобы можно было сыграть двоечку или освободить их для дальнего броска Джордан бросает штрафные броски он уже набрал 14 15 очков у Джордана похоже что с животом у него все в порядке да это была очередная тренерская задумка Фостер вышел на площадку а ушел Энтони Кар счет 4 уже очка только разница в счете достает Чикаго сейчас уточнили что Энтони Кар именно сейчас фалил на Джордане он получил фол и сейчас он покинул площадку стоптом с мячом Харпер его по-прежнему опекает близко держит его Фостер пошел ставить заслон Пиппин своими ручищами переклад мяча как подкараулил какая умница Джордан Пиппин мало того что Джордан отдал голевой пас он подкараулил момент для того чтобы добавить промах своего друга да велик Джордан и все преимущество Юты растаяло как прошлогодний снег 44-43 счет практически сравнялся не прощают ошибки не прощают опытные быки вот еще подбор можно отдать Харпер убегал вперед да Чикаго хорошая команда Кукач на площадке лежит Стоктон естественно другой бы игрок получил сам фол нападение но это Джордан вот он смотрите какой пас отдает и вот Джордан успевает добавить да он мал добавить сверху добавил сверху добавил ближе всех а вот сейчас повтор этого момента когда фол получает Стоктон это Слоун это Слоун тренер Слоун недоволен естественно и публика вся но тут надо не недовольство выражать а надо что-то придумывать потому что Чикаго уже выходит вперед сейчас забьет Джордан и Чикаго поведет в счете а это команда которая умеет выигрывать да вот пожалуйста Джордан 19 очков наврал и вывел свою команду вперед уже даже 20 очков на его счету и впереди уже Чикаго Болст да занервничали хозяева площадки Кукач с мячом Пипин тяжело держать и пройти может и выбросить как близко подойдешь так проходит прошел не попал на этот счет Брайн Рахтл Стоктон чуть-чуть не хватило силы не дотянулся атак обыграл очень здорово 1.50 за конца второй 12 минутки 44-45 уже выигрывает Чикаго Стоктон это Крис Моррис забросил мяч трехочковый бросок был Криса Морриса и Джордан впереди два очка такой же вариант может все сделать и пройти может и как центр сыграть Вильямс не попал но тут были штрафные конечно пожалел сейчас Кукача судья не дал а может быть очень четко и чисто сыграл тайм-аут за одну 11 взяла команда Зоктон пас не получился Стоктон убегает сам но надо было забивать сейчас Кукач Кукач трехочковый попадает и Чикаго выходит вперед 48-47 не прощают промахи быки умеют играть баскетбол в прошлом матче Кукач забил три трехочковых набрал девять очков сейчас он только трехочков набирает свои очки сейчас у него уже два трехочковых броска в этом матче Костов чуть не потерял мяч и сбли бросает тяжело и добавил Астертак Астертак уже девять очков в сегодняшнем матче а пока его лучший результат был пять очков забивал он пока мало Вильямс Джордан сам идет ну по-моему сегодня он накормил уже Рассела и всех кто его держал вот добавляет сейчас повтор этого момента когда Астертак и вот он сейчас уже на линии наблюдает сейчас будет выполнять штрафные броски Майкл Джордан можете махать сколько угодно говорит его бросок счет равный 49-49 за 23 секунды до конца первой половины не попал железный Майкл на нарушение правил ни Пипина ни Джордана и тем не менее с завидным флотнокровием и постоянством тренер Слоун держит этого игрока на площадке непонятно с другой стороны все газеты здесь в Америке хвалили Слоуна за то что он именно Харнасика поставил на Пипина но не всегда это оправдано наверное нашли ключи как тот же Пипин нашел как преодолевать эту преграду в виде Харнасика нет но Харнасик просто намного сантиметров ниже Пипин прыгает лучше и техничнее Расов бросает да бросает и забивает три очка 56-51 вот что такое трехочковые броски в баскетболе ровная-ровная борьба игра в очко-в очко забил трехочковый уже на пять впереди Алюк Лонгли ну сам с левой руки австралийский мальчик тоже 218 сантиметров вложил мяч в кольцо 6 очков уже на счету Лонгли но она на вторую половину вышли те же самые стартовые пятерки в обеих командах вот Мелон и Мелон перебросил Стоктон опять-таки Родман чуть вышел вперед перекинул и получил возможность для атаки пять очков разрыв два раза что ему роста не хватает Харнасику чтобы справиться с Пиппином три очка 50 кто сейчас был виноват они схватили друг друга обнялись так ручками но поскольку Кармелон на падении недоволен опять выговаривает что-то судьям Фил Джексон три очка разница Стоктон Жордан напекает Харнасика Кармелон нет не рисковал не рискнул отдать далеко не попадает Астертак но надо было забивать но молодец забрал мяч откинул атака продолжается три очка 9.12 осталось Стоктона держит очень плотно Харпер Кармелон Кармелон издали наконец-то оправдал свое присутствие в первом тайме он забыл всего два очка в первой половине Харпер с мячом 6 очков преимущество Юты да трехочковые броски это большая сила Джордан Джордан не попал а Лонгли на месте с поднятой рукой тут же ну когда у Джордана мяч надо нацеливаться на подбор это нормально Стоктон 4 очка разрыв Стоктон с мячом другу своему Милону Кармасик еще раз не попадает Пипин забрал мяч пробежку не дали все зрители тут вращали руками требуя пробежки ой как не попал Пипин сейчас левой рукой прошел замечательно видел свободный проход Рассел Кармелон Стоктон вот слезка такая чуткая слезка как они видят и чувствуют друг друга берет минутный перерыв сейчас Фил Джексон Джак спереди 73-67 вот Фил Джексон на ваших экранах что-то о чем-то он задумался не очень доволен он Грег Фостер сейчас пробивает штрафные оба забил им 74-67 но сейчас пора предпринимать Чикаго активные действия какие-то активные атакующие особенно действия Пипин с мячом Пипин разворачивается идет спорный мяч надо сказать что Джордан в третьей четверти забил всего два очка но он большую часть времени провел на скамейке Фил Джексон ему дал отдохнуть перед то же самое было и с Токтоном Токтон тоже долгое время сидел и видно понимает оба тренера что надо береть силу на конец матча Кукач с мячом можно пройти нарушение правил Фостер фалил Кукач обладает очень хорошей стартовой скоростью он проходит бросает издали может встать трехсекундную зону в общем обладает всем богатым арсеналом баскетбола мало его использует но вот решающий момент сейчас ему доверено Вильям с мячом Пиппин как Джордан опекает не дает ему дышать не дает получать мяч вот он освободился и пошел к счету бросает издали и как всегда точен 25 очко Джордана начнет он сейчас если забивать будет трудно Мелон по-прежнему отдыхает у него 4 персональных замечания здесь в перерывах зрители очень много напитков но самое популярное здесь спрайд это не случайно это официальный напиток Олимпиада но НБА ну а я предлагаю вам участвовать в конкурсе вот бросал издали Майкл Джордан но трехочковый бросок у него не получился кстати трехочковые броски за этот матч Юта забило 5 а Чикаго 3 обычно Чикаго имеет преимущество Кэрс мячом чуть не потерял идет к кольцу а вот Крис Моррис трехочковым отметился разница стала 8 очков для Криса Морриса сегодняшний 11 очков это лучший пока результат финала Кокач Джордан ну Джордан свое дело делает если бы у него были помощнички сегодня поактивней было бы наверное поменьше разница в счете 77-71 за 9-50 Стоктон Кэр Орласик не попадает Джордан забирает мяч Кукач Кукач атакует сам Кукач забивает только трехочковые третий трехочковый это 9 очков 77-74 3 очка преимущество Юты перехватили сейчас этот пас потерял Антони Кар Джордан Пипин Джордан Джордан издали и счет стал равный вот вам пожалуйста преимущество в трехочковых бросках два трехочковых броска Кукача и Джордана и счет уже сравнялся да вот нам повтор броска Джордана два подряд трехочковых Кукача и Джордана и счет равный 77-77 после минутного перерыва на площадке появился Карм Мэйлоун без него Юте трудно да не только трудно Юта проиграла преимущество было до 7 очков сейчас они все отдали начинается самое интересное самое решающее вот у кого крепче нервы и крепче мастерство Стоктон с мячом идет вперед его Кера пекает Андерсон на площадке Карм Мэлон Стоктон получил мяч бросает издали не попадает Пипин забрал мяч атака была из тяжелого положения хотя Стоктон может из такого тоже забивать Пипин с мячом Гер готовится войти астертак Джордан показал что будет проходить и отскочил защитник позже он может не запомнить ими раз 32 очка уже у Джордана он стал забивать и забивает по-моему все подряд сейчас и очень хорошо держит Карла Мэлона Стоктон еще раз Мэлона нарушение правила зоны мяч потому что первое нарушение мяч будет водиться и за боковой Андерсон ушел ушел Фостер и вошел игру Остертак практически стартовый состав у команды Юта да Юта уже проигрывает два очка вот рывок такой 8-0 совершили быки а играть осталось 8 минут как хорошо сегодня стерегут Стоктона и как хорошо опекают Мэлона Рассел привет Каракула Кэр сейчас грубо играл против Стоктона оттолкнул его но судьи не заметили катастрофически начался этот матч для команды Чикаго Буллс они вчистую проиграли первую четверть проигрывали 16 очков по ходу второй четверти но сумели выровнять ситуацию и сейчас борьба совершенно равная всего одно очко преимущество Юты Стоктон нарушил правила да он помогал своему другу Тарнасику и нарушил правила Пиппин нет еще нет то есть Тефалов мяч будет вводиться из-за боковой линии счет 80-79 7-32 осталось Чикаго вводит мяч Пиппин в игре Кухач его опекает Кармелон Джордан Джордан издали не попадает Кухач завладел мячом Кухач издали еще раз не попадает Кармелон забрал мяч и тут же отдал его Кухачу а Кухач не ожидал и выронил его в аут очко осталось по-прежнему 7-18 пошел Стоктон вперед очень жестко его держит Кармелон очень жестко Стоктон Кармелон нет Оскар нет под кольцом боролся Остер так это был 13-й подбор можно было забивать сейчас надо было пожестче держать мяч вот свистит два тренера показывают сколько эмоций сколько страсти сколько выкладывают они своих сил и здоровья в этих матчах нарушение правил это Кухач нарушил правила он не давал получать мяч своему визави посмотрим будут ли пробиваться да пробиваются два штрафных броска 7 минут осталось и 1 секунда очко впереди команда Юта Джаз я уточнил у Астертага уже 14 подборов это просто великолепный результат Харнасик пробивает сейчас штрафные каждое очко сейчас на вес золота первый забил 81-79 у Джордана 32 очка я напомню что пока лучший его результат был во втором матче когда он забил 38 очков но это было в Чикаго Ахарнасик забирает не набрал хотел сказать 8 очков разница 2 очка впереди Джаз 81-79 Хер сейчас все трехочковые игроки на площадке Джордан Рассел против него Джордан врывается Астертаг 15-й подбор Грега Астертага так сейчас стопком смотрел сможет ли убежать Хармелон не убежал сегодня король под щитом Грег Астертаг обычно Мелон уютный рекордсмен по подбору чуть не потеряли мяч но он остался уютный Рассел и опять перерыв 81-79 впереди Джаз вышел на площадку Денис Робман ушел отдыхать Вильямс и кстати говоря вернулся да это 18-й номер австралийский баскетболист Люк Лонгли он согнулся там Скотти Пиппин сейчас будет пробивать два штрафных и у него есть возможность сравнять счет за 6 секунд до конца матча за 6 минут за 6 минут естественно забивает Типпин первый штрафной он всячески пытается ему помешать зрители но нет у Типпина 16 очков вдвоем они забили 48 из 80 сколько как народу не передать отдал Мелон так Джордан получает фол это какой у него третий фол третий фол боролся правильно Джордан очень хорошо опекают сегодня вся команда следит за Мелоном никак они не дают ему получить мяч Мелон пока забил всего 18 очков всего для него именно не очень много никак не он ушел за лицевую линию отбитная потеря ровно пять минут остается до конца встречи счет равный 81-81 напоминаю что поднимается встала публика этот матч этот матч кармелон четыре команд 81-81 за 3.55 до конца матча Очень часто показывают Джон Стоктона и Карла Милона Они действительно красивые Стоктон и жена очень похожа на Ингриду Сабонис У них по три ребенка Правда Ингрида ждет еще уже четвертого Но Ингрида покрасивее Она все-таки мисс Литва Очень красивая, милая блондинка Ну вот, посмотрим, как помогут Джоны в решающий момент Ничья 3.52 51 Пиппин мог отдать, получить мяч, вернее, Джордан На Стиве Кэрри сейчас, по-моему, сфалил Милон Если это так, то у него это уже пятый фол Да, пятый фол у Карла Милона Игра сегодня у него не получилась Прямо скажем Никак ему не дают ничего сделать особенного в нападении И, естественно, он нервничает Милону больше фолить нельзя Джордан Рассел против него Что будет дело? Обманул Джордан Ну не идет, значит, кольцо Убух И вот сейчас будет быстрая контратака Нет, не получилось Да, не получилось Три минуты двадцать Дведь пятьдесят до конца матча Джордан Что будет делать? Идет сам Бросает И забивает Но два очка забил Джордан И очков по-прежнему впереди Юта Две сорок до конца четвертой четверти Карнасик с мячом Джордан его опекает Пока Карнасик ничего не может сделать Милон Карн Милон издали Не попадает Но нарушение правил Во время броска И Милон будет пробивать сейчас Два штрафных А фол получает Ротман Это шестой его фол И все Для Ротмана игра сегодняшняя Сейчас он договорится Что ему дадут технический Никак он не может выдержать Сколько он получал технических За последнее время Он по-моему за все игры плей-офф По-моему 17 технических фолов заработал Да, удивительный игрок Берет за шею судью И уходит Судья выдерживает А технически не дают Восемьдесят четыре Восемьдесят три Две двадцать пять Впереди команда Джаз А вот мы видим Как фалил сейчас Ротман на Милоне Опять Уже привычная ситуация Когда Милону надо В самом конце матча Забивать штрафные От этого зависит Очень много И хотя Ротман в общем Попил немного И подобрал не очень Но он хорошо держал сегодня Карла Милона Правда не он один Помогали ему и Вильямс И Лонгли Но тем не менее Он справился Своей задачей Кармелон попадает Два очка Две минуты двадцать пять секунд Повела команда Джаз До конца повторяю Две двадцать пять Самые драматические Драматичные Самые напряженные Минуты остались Вот эти две с половиной Посмотрим как будет Действовать сейчас Чикагские быки Попадает Второй не попал Осталось два очка Кукач Четыре игрока С трех очковым броском Кукач Можно подкип проходить Сейчас Кукачу Четыре Пять фолов У Милона Пипин Джордан Так Мяч потерян Но там было Нарушение Правила Около судьи Нарушил правила Он недоволен Он смеется Но это Пипин Да Две минуты пять секунд И Пипин пробивает Два штрафных И у него есть шанс Сровнять счет Вновь может сделать счет равным Шесть из семи Забил он сегодня Штрафных Какие железные нервы У этого сильного Большого мастера Вот в трех очковый Его в первой игре И во всех играх И в количестве очков Которые забил Пипин В финале Да, ну и Пипин Дрогнул чуть-чуть Но это еще лучше Мяч у них остался У них есть шанс Забить и выйти вперед Пипин Пипин с мячом Лонгли Как на круг Сейчас его Стоптон Это Остертаг накрыл Но Остертаг велик сегодня Какой блокшот Минута сорок секунд Очко Арнасик Арнасик Не дают они Остертагу Ну, Стоптон Еще раз Нет Не добросим Сейчас Стоптон Мяч остался у них Минута 23 85-84 Ведет по-прежнему Джаст Вот Стоптон Сейчас очень показательно Повернулся И выслушал Что сказал ему Слоун Джерри Слоун Мелон Из трудной позиции Бросал Мелон Да Очень тяжело было Перекинуть У Лонгли Тоже 2.18 И этот бросок Может стать Роковым Для команды Юта Джарс Да, пошла последняя минута Ровно 50 секунд Джордан И фалил на нем сейчас В то время броска Брайан Рассел 46,5 секунд И Джордан будет пробивать Сейчас два штрафных Да По драматизму По психологическому накалу Конечно, этот матч И вообще все эти матчи Заслуживают того Чтоб их действительно видел весь мир Не так здорово в результате играют Но сколько борьбы Сколько страсти Сколько, в общем-то Такого нервного напряжения Вот сейчас Сейчас минутный перерыв Берет команда Берет Фил Джексон Это понятно Потому что сейчас надо внести Решающие коррективы В дальнейшие действия И просчитать, как говорится Наверное, все уже до конца Ну, трудно просчитывать Вот я сегодня спрашивал Джерри Слоуна Почему же, когда ввели вы три очка И Чикаго нападало Последний раз Почему не сделали фолк Тогда бы мяч у вас остался А если бы забил Джордан Трех очков Вы проиграли Он говорит Я понимаю Я им говорил об этом Но они не послушали Я думаю, что вот Такие очень оперативные моменты Которые должны быть проведены тренерами Не всегда Из-за такого большого волнения И напряжения осуществляются Посмотрим, что сейчас Предпримет Команда Юта Джаз Осталось играть 46,5 секунды Ну, а я хочу еще раз Напомнить ситуацию В серии Счет пока равный 2-2 В случае победы В этом матче Чикаго Буллс Они выходят вперед 3-2 И у них остается Два домашних матча И победа их Ну, на 90% Скажем так В случае же победы И Юты Все совсем будет неясно Хотя и тоже Победа Юти Ничего не гарантирует Поскольку предстоит Еще два матча в Чикаго А там выиграть у Чикаго Очень сложно Ну, Юта Команда Юта Джаз Она Недавно переехала Из Нового Орлеана В Юту Вы помните Наверное, поклонники баскетбола Помнят Что Пит Морайевич Играл в Новом Орлеане В этой команде И был очень сильным Неудержимым Снайпером В NBA Вот команда Несколько лет Уже Живет здесь Приехала В этот город Небольшой С населением Всего 100 тысяч С небольшим человек Ну, нет С окрестностями Наверное, по 200 будет Но В таком маленьком городке Сейчас Все внимание На Майкла Джордана Он должен пробить Сейчас два штрафных Сумеет ли он забить оба Ну, что ж Мы уже видели Что Нервы Нежелезные Ни Майлона Ни Упипина Они вот В последние минуты Пробивали штрафные И Забить оба не смогли Вот сейчас Что сможет сделать Джордан Каждая сейчас Его штрафной Навес золота Штрафнее В такой ситуации Естественно Навес золота Вот интересно Потому что Слоун сохранил Весь стартовый состав Играет стартовая пятерка Сейчас У команды Джордан Майкл Джордан Джордан он без промаха Это вот 35 очко сегодня Да, удержать Джордана Сегодня Команда Джордан не смогла Он опровергает мнение Что кто-то может к нему прилипнуть И взять его плотно Ну, Джордан Нет У Джордана Другой нервы Но мяч остался у него А что лучше Еще неизвестно Вот два раза подряд Команда Чикаго После непопадания Второго броска Забирает мяч И снова владеет Сейчас они могут Выиграть игру Джордан 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 Трешка Джордана И похоже Что теперь Достойный ответ Будет очень сложно Дать Юг Им должен тоже Забивать Трехочковый бросок 88-85 Сейчас надо фалить Надо фалить Но Милон не хотел фалить Потому что это был последний фол у него Вот последние секунды И все 6 секунд до конца матча 87-90 Проигрывает команда Джордан Но мяч у них И за 6 секунд Можно вспомнить Как в финале конференции Джон Стоктон забил Трехочковый на последней секунде Минутный перерыв Взяла команда Юты Вот нам повторяют Этот эпизод Когда Джордан Не забил штрафной И вот сейчас Золотая рука Джордана И 3 очка Посылает он В корзину Юты И вот сейчас Такая же ситуация Как была в прошлом матче Надо фалить Наверное сейчас Посмотрим На меня удивляет Джордан Не только великий мастер По технике По силе Это великий Мужественный характер Вот уж железная воля у кого Вот уж Неспровергаемый человек Да, последние 6 секунд Надо давать Бить трехочковый Торбасик бросил Нет, не попал Последняя секунда И что случилось На того остается 2 десятых секунды Что бы ни случилось Поезд ушел 90.87 Нет И это победа Это понимают уже Игроки Чикаго Потому что сейчас уже Ничего сделать Юта не сможет Стоктон Решающий момент Не забил С мячом сейчас Команда Да, и все Звучит сирена Победа Чикаго Булс 90.88 Майкл Джордан Великий Джордан 38 очков И Булс выходит Вперед Серии Со счетом 3-2 Прервана серия Домашних побед Юты И Чикаго Получает все Продолжение следует...